В Югре построят 57 зимников. В этом году их станет на два больше. Конкретно эти временные дороги соединят Агириш и Хулимсунд, а также Игрим и Светлый. Кроме того, в округе возведут 6 ледовых переправ. Таким образом, общая протяженность зимних дорог составит почти 2500 километров. Больше всего их построят в Березовском и Ханты-Мансийском районах. Завершить обустройство зимников и переправ планируют к 25 декабря. Работы уже начались с приходом морозов. В основном занимаются строительством зимников 9 филиалов Север Автодора. Перед приемкой все дороги пройдут экспертную оценку. Чуть больше 6% составил рост пассажиропотока в Югре. Речь идет об авиаперевозках. В целом, по стране, по данным Росавиации, аналогичный показатель снизился на 10%. Что касается конкретно компании ЮТЕР, то здесь пассажиропоток в нашем регионе остается на уровне прошлого года. 996 тысяч человек. Хотя в целом, по всей маршрутной сети компания потеряла 25% пассажиров. Что касается муниципального и межмуниципального сообщения, то в округе выполняются 12 самолетных и 25 вертолетных маршрутов. За пределы автономного округа авиарейсы осуществляют порядка 15 авиакомпаний более чем в 60 направлениях. Врачи поликлиники на колесах прибыли в Нижневартовский район. Первая в маршруте точка – Ахтиурия. Прием пациентов ведут терапевт, невролог, хирург, гинеколог, стоматолог. Работают кабинет ультразвуковой диагностики и лаборатория, в которой делают практически все анализы крови. Сельские жители предпочитают приходить на прием с утра, чтобы на голодный желудок сдать анализы, пройти ультразвуковое исследование. В течение остального рабочего дня можно сделать флюорографию, проконсультироваться у специалистов. Из Ахтиурия поликлиника на колесах возьмет курс на соседний поселок. В Аховске, бригада врачи окружного центра профпатологии задержится на 4 дня. Затем построят свой маршрут в Зайцевую речку, Аган, Вату и Варьоган. А к середине декабря медики прибудут в Ханты-Мансиск. Мы их очень ждем. Только информация прошла, что приезжают, мы уже на чеку. И, конечно, все специалисты, и хирург, и нервопатолог, особенно УЗИ, терапевт, соматолог, нервопатолог. Это очень удобно, то, что в город тоже не наездишься. А так как у нас своих специалистов нету здесь, и вообще очень мы довольны и рады, что приезжают даже иной раз, и два раза в год. Состав бригады у нас, в принципе, адаптированный. Практически специалисты все те же, что и приезжали. Ну а в плане работы, конечно, есть некие корректировки. Сейчас у нас акушер-гинеколог сам смотрит УЗИ, да, то есть два аппарата УЗИ и отдельно еще УЗИ. Такие моменты. Плюс лаборатория у нас отдельный комплекс сейчас, то есть мы не затрагиваем никаким образом лабораторию медицинского учреждения. У нас лаборатория на колесах отдельно. То есть это намного эффективнее сейчас в работе. В советском враче обучают спасателей оказанию первой помощи пострадавшим. В городе провели специальные семинары для пожарно-спасательного отряда. Как правило, именно сотрудники МЧС первыми прибывают на место серьезных чрезвычайных происшествий и могут спасти жизни людей в самые первые минуты. Поэтому слушатели лекции изучили алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации и искусственного дыхания. Узнали, как останавливать кровотечение, накладывать различные повязки и жгут, оказывать помощь при эпилептическом приступе. Знаниями делились сотрудники скорой медицинской помощи.